Сирийская армия Внезапный удар в районе Кармель-Ясар должен рассечь группировку противника на две части. Оконечная цель – снятие блокады с цитадели и освобождение всего старого Алеппо. Оконечная цель – снятие блокады с цитадели и освобождение всего старого Алеппо. С утра в 9 часов мы пошли в атаку и захватили участок дороги в районе Баба-Аль-Нейр. Но атака до сих пор не закончилась. Дай бог, к вечеру мы сможем занять весь район, а также провести его зачистку. Сегодня противник потерял многих своих бойцов, а те, что остались, отошли далеко отсюда. Но этот район до сих пор небезопасен, по нам постоянно работают снайперы. Бойцы передвигаются перебежками. И хотя может показаться, что район безопасен, над головой постоянно свистят пуля. Особо опасный участок приходится пробегать под прикрытием танковой брони. Конфигурация фронта на данном участке не менялась более трех лет. Боевики успели хорошо оборудовать свои позиции. Но даже несмотря на это, они были вынуждены отступить. За этими мешками еще сегодня утром находились террористы. Но, как видишь, теперь это место в наших руках. Да, будь осторожен, боевики могли оставить мины. Наши солдаты пошли вперед. Справа от нас работают солдаты Сухиля Хасана, а в районе, что находится слева, до сих пор много боевиков. На обратном пути нам удается найти водительское удостоверение, которое, скорее всего, принадлежало боевику. Давай дальше, яла, яла, яла. Пойдем. Для того, чтобы сохранить темп наступления, командование отправило еще одну штурмовую группу на этот участок фронта. Спасибо всем тем, кто помог нам в этой атаке. Дай бог уже скоро мы освободим все районы Алеппо. Сирийские солдаты продолжают успешно наступать. И вот нам вдалеке показались бойцы, которые ведут пленного боевика. По их словам, он больше часа держал оборону в здании. Но все же предпочел жизнь и сдался в плен. С первого взгляда такие люди могут вызывать сочувствие. Но когда речь заходит о том, почему они стреляют газовыми баллонами по мирным кварталам, они плачут и не знают, что ответить. Меня зовут Махмуд Шахбан Аскен. Я военный. Родился в Джарабусе. Служу я в армии Алеппо. Нашего командира зовут Амар Касимов. Во время атаки сирийские войска захватили меня в плен. У террористов я служил уже три года. А в Алеппо только год. Он слышал, что Башар Асад обещал тем, кто сложит оружие, свободу? Я хотел бросить оружие, но мой командир не простил меня. Много человек хочет сложить оружие? Да, у нас многие хотят закончить воевать. Ты можешь позвонить тем, кто остался и сказать, чтобы они сложили оружие, ведь они ничего не сделали. Да, конечно. Это что? Вот это? Просил его, что это? Просил его, что это? Откуда это? Много среди вас тех, кто недавно взял в фрукте оружия? Да, много. А много вам платят? 40 тысяч лир в месяц. Сколько стоит килограмм риса? 700 лир. Видел ли ты Айнусу в городе? Много ли иностранцев? Да, видят. Среди них есть иностранцы. Много ли у вас оружия? Да, много. У нас есть ДШК, ЗМИ, танки. А где стоят танки? Недалеко от всего. Много группы веков хотят сдаться? Да, много. Что ты хочешь дать тем, кто остался? Мы погрузили страну в хаос. И я хочу, чтобы мои друзья, которые остались там, выносили оружие. А много у вас патронов? Да, у нас много боеприпасов. Стоит сказать, что пленные боевики часто попадают в руки сирийской армии. Вот этот человек был задержан на блокпосту с оружием в руках. Но в отличие от предыдущего боевика, он пытался выдать себя за гражданского. Говорил, что ничего не знает, а оружие попало к нему в руки случайно. Но после того, как на его теле были найдены многочисленные ранения, боевик потерял самобладание и начал рассказывать правду. Скажи честно, я ранил. Значит, ты воевал с боевиками? Да, воевал. Мы знаем, что твои родственники воюют с боевиками. Говори, где они? Четверо моих родных воевали в Хандараде. Значит, и ты воевал в Хандараде? Да. Значит, и ранения свои ты получил в Хандараде? Да. А как зовут твоих родственников? Они сейчас воюют в Ардусе. Первого племянника зовут Абу Абдур Радуан. А как имя его отца? Саль. А второго зовут Рашид Ждамуа. Третьего зовут Рашид Аль-Ахмад. У них фамилия Дау. Как звали вашего командира? Мой племянник был командиром нашей группы. Мы воевали в Хандараде. А сколько тебе платили денег? 20 тысяч лир. Плюс в конце месяца давали коробку с гуманитарной помощью. Были у вас русские, чеченцы? Да, были. А почему вы не выпускаете мирных жителей? Я не знаю. Я не занимался этим вопросом. Почему ты не воевал за сирийскую армию? Почему ты служил у террориста?